Гюрджан Каскад. Цанкацацхамематуцун. Мероктинэ. Здравствуйте, в эфире передача «По факту». С нами сегодня политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Аришев. Добрый день, Андрей. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо вам. Андрей, состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой предполагалось расставить все точки над «и». Как вы считаете, удалось внести ясность? Ну, мне кажется, что российская сторона брала эту встречу на позитиве. Мы видим это и по открытой части встречи с Пашиняном, которая состоялась вечером 8 мая, где Владимир Путин с удовлетворением говорил о возросшем объеме торговли между нашими странами. Ну и комментарии Дмитрия Пескова и некоторых других российских руководителей, они свидетельствуют о том, что Москва, несмотря на все те проблемы, которые объективно существуют в российско-армянских взаимоотношениях, пытается выйти на позитив и рассматривать вопросы, в том числе представляющие интерес для армянской стороны, в конструктивном ключе. Ну, в частности, по итогам встречи было сказано о том, что российские пограничники, оставаясь на границах Армении с Турцией и Ираном, все-таки уйдут с тех территорий, где они были размещены несколькими годами ранее по просьбе официального же Еревана. Но, как мы понимаем, ситуация динамично меняется, и требуются, так сказать, новые решения, требуется мониторинг сложившейся ситуации. И я думаю, что при всех тех проблемах, которые, безусловно, существуют в взаимоотношениях между Москвой и Ереваном, все-таки имеется, так сказать, желание эти проблемы конструктивно обсуждать и по возможности решать. А не говорит ли вот этот такой частичный вывод пограничников из Армении о готовности Москвы покинуть территорию Армении? Ну, так или иначе, мы имеем дело с сокращением российского присутствия в Армении. Это несомненный факт, но в то же время, мне кажется, что какие-либо резкие шаги в этом направлении, они были бы контрпродуктивны. И, во всяком случае, я думаю, что в Москве будут ориентироваться на официальные заявления и на договорную базу, которая существует между Москвой и Ереваном, и, значит, которая так или иначе действует. Посмотрим, что будет дальше. Ситуация, конечно, динамично меняется и могут, так сказать, меняться и далее. И, ну, здесь уже мы сталкиваемся с той непростой ситуацией, при которой помимо России в Армении, не только, кстати говоря, в Армении, в Азербайджане тоже, да и в Грузии мы видим по событиям в этой стране, пытаются активно действовать различные силы, в том числе и западные силы. И, конечно, те общественно-политические процессы, которые происходят в государствах Закавказья, они могут по-разному сказаться на военно-политических, в том числе, связях между Москвой и Ереваном. До встречи Путина с Починяном стало известно, что Армения прекращает финансировать ОДКБ. Это, наверное, вряд ли можно отнести к положительным результатам. Ну, в то же время это не сенсация. Мы прекрасно понимаем, что Армения вот уже полтора года практически не участвует в деятельности ОДКБ, не принимает участие в мероприятиях или, скажем так, формально принимает участие в различного рода мероприятиях, во встречах. Да, а учением не присоединяется в рамках ОДКБ. Это достаточно хорошо известно. Ну, конечно, вот тот демонстративный такой способ информирования о тех или иных шагах в рамках ОДКБ, он внушает некоторую тревогу, некоторое опознение. И, кстати говоря, по поводу стиля ведения информационной работы действующей армянской властью были различные породы заявления, в том числе и Министерства иностранных дел Российской Федерации, ряд экспертов. Ну, а что касается содержательной части данного заявления, вы совершенно правы, ничего нового и ничего удивительного в этом нет. Как вы считаете, после инаугурации Путина будут ли какие-то серьезные изменения в Кабмине? Ну, здесь мы, я думаю, дождемся официальной информации. Вот, я так понимаю, что какие-то безусловные изменения будут, но мне кажется, что основные, так сказать, основная конфигурация, в том числе и кадровая, так или иначе она сохранится. Впрочем, повторюсь, дождемся официальной информации на этот счет. Андрей, вы, наверное, следите за событиями в Армении. После начала процесса делимитации в Тавурском Марзе, Тавурской области, которое очень многие восприняли как сдачу земель четырех сел, поднялось протестное движение в начале против делимитации, поддержанное некоторыми церковными служителями, возглавляемое Багратом Сарфазаном, Багратом Святейшим. 9 мая шествие вошло в Ереван из Тавуша, за несколько дней дошло, был митинг, объявлены акции неповиновения. Студенты бастуют, ряд предприятий и так далее. Поговаривают об объявлении импичмента, говорят, что обдумывают имена премьер-министра, которого могут предложить и так далее. Вот такая ситуация. Как прокомментируете, что скажете? Да, безусловно, это обширная тема, достаточно интересная. В то же время, конечно, закономерно, общественное недовольство. Даже, я бы сказал, не столько, скажем, какими-то конкретными практическими действиями по делимитации границы, демаркации де-факто. Хотя тут тоже по-разному, так сказать, это можно воспринимать. Но мне кажется, что недовольство вызвано такой демонстративной, манипулятивной политикой действующей армянской власти и ее стремлением запудрить, грубо говоря, мозги армянским гражданам. Ведь если мы вспомним всю историю, в частности, и Никола Пашиняна, то мы помним, что длительное время он, я извиняюсь за непарламентское выражение, корчил из себя патриота. 2016, 2017, 2018 год. Кстати говоря, мы помним, как 6 лет назад он расхаживал тоже по Еревану с перевязанной рукой, что напоминало образ Монте-Мелконяна. И тогда это многими отмечалось. И впоследствии те, так сказать, программные установки, с которыми он шел и на выборы 2021 года, и, так сказать, различные его публичные заявления более раннего периода, они же не свидетельствовали о том, что он будет удовлетворять все требования Азербайджана и Турции. В то же время мы прекрасно понимаем, что именно этот, так сказать, посыл избавиться от Карабаха, идти на все требования Баку и Анкары, это была его политическая философия еще с начала 90-х годов. Вот именно вот эта вот тактика манипуляций, на мой взгляд, она взбудоражила армянское общество, продолжает его будоражить. И в то же время на фоне полного провала политической системы, политических партий в Армении, бессмысленности вот этого партийно окрашенного протеста, довольно закономерно и логично, что на первые позиции, на первое место, в том числе и в публичном плане, выдвигаются представители Армянской апостольской церкви, одним из ярких представителей Армянской апостольской церкви, как мы видим, является епископ Баграт. Но в то же время не вполне понятно возможное политическое продолжение нынешних протестных акций в Нереване, которые сейчас, насколько я понимаю, распространяются по университетам. Если я правильно понимаю, сегодня вечером тоже намечен, так сказать, очередной митинг, не вполне понятна политическая повестка дня и политические перспективы, в том числе и епископа Баграта. Конечно же, в истории различные государства были моменты, моменты, когда те или иные представители церкви являются яркими политиками, достаточно вспомнить архиепископа Макариуса, например, на Кипре, но здесь, как будут развиваться события в Армении, пока достаточно затруднительно, по-моему, прогнозировать. Важно, конечно, чтобы не было каких-либо таких серьезных провокаций, на которые, как мне кажется, все-таки может пойти действующая армянская власть, чувствуя шаткость в своих позициях. Долгое время они выигрывали на апатии, на апатии противограждан. И вот сейчас, если эта апатия сменится более активными противостояниями, то, безусловно, личное давление может возыметь некий результат. Но, в то же время, результат, конечно, не предрешен и, возможно, самые разные варианты. В Армении бытует мнение, озвученное многими экспертами, что посредством уличной борьбы, иначе говоря, без поддержки извне, смена власти, революция, там, как это ни назови, нереальны, не могут состояться лишь внутренней борьбой. Безусловно, внешний фактор имеет серьезное влияние, кстати говоря, не только в Армении, но и в других небольших государствах постсоветского пространства, которые просто в силу ограниченности своих демографических, политических и иных ресурсов, так сказать, вынуждены так или иначе участвовать в той геополитической схватке, которая разворачивается на постсоветском пространстве и на Кавказе в частности. Планы Запада по переформатированию Армении в, так сказать, выгодном ему направлении, они очевидны. Не менее очевидны планы Азербайджана и Турции интегрировать Армению, так сказать, в тюркский мир, что предполагает отрыв республики, от России и от какого-то, от любых форм взаимодействия, да, с Российской Федерацией. Не только военно-политического, которое в силу ряда объективных причин сейчас находится практически на нуле, но и от торгово-экономического, культурно-гуманитарного и так далее. Это, конечно, будет вести к серьезным изменениям, в том числе и в плане трансформации армянской идентичности. Мы уже видим после значит, вот того, что произошло с Нагорным Карабахом, мы видим нападки на церковь, да, политизированные такие, мы видим попытки подвергнуть ревизии значит, события 1915 года в угоду турецкой версии, да, а это предполагает значит, концепт, что Турция и Азербайджан являются друзьями Армении, он предполагает Россию в качестве врага, да, вот, и мне кажется, что это очень тревожные тенденции. Возвращаясь к нашему вопросу, конечно же, желательно была бы минимизация внешнего вмешательства в те процессы, которые происходят в Армении, потому что будущее армянского народа и армянского государства это, конечно, прежде всего вопрос, который должно решать армянское общество, я бы сказал, в его триединстве, вот, потому что, если раньше мы много слышали о триединстве Армении о цах диаспора, то мы видим, что действующие армянские власти, они всячески этот вопрос дезавуируют и ведут дело совершенно в ином направлении, вот, конечно, само по себе это не может не внушать тревоги, опять-таки, ведет к самым серьезным последствиям, но я думаю, что вряд ли это останется без нужной реакции, в том числе и зарубежных армянских общества, несколько изменилось отношение к России, как вы считаете, есть ли доля России, доля ответственности России в произошедшем, быть может, займи Россия несколько иную позицию, ситуация была бы другой? Есть доля ответственности российской стороны, есть ошибки, причем эти ошибки, конечно, они подходят по времени более раннему периоду до 2020 года, но в то же время попытки перевалить ответственность за то, что произошло в России кого-либо из тех, которые предпринимаются прежде всего действующей армянской властью, они мне кажутся абсолютно непродуктивными и имеющими манипулятивный характер. Мы знаем по ранним работам Никола Пашиняна, чтобы он потом не говорил в последствии, что для него на год Кабак был головной болью и остался головной болью, от которой было необходимо избавиться во имя развития собственной Армении. Он этого никогда не скрывал, да? И после того, как в 2018 году в Армении произошла смена власти, шесть лет назад. Для многих в республике, я вас поменяю, для тех, кто следил за происходящим, подвижки в отношении Карабаха, скажем так, они были очевидны. Российская сторона пыталась спасти переговорный процесс в 2018, в 2019, в 2020 году, но мы прекрасно помним, кто его торпедировал. То есть его торпедировали те же самые люди, которые потом громко вопрошали о том, куда делась минская группа и вообще что произошло. Так что, на мой лично субъективный взгляд, я не боюсь рассуждать в каких-либо процентах, но немалая часть ответственности, в том числе и за запомнированное поражение 2020 движет безусловно над действующей армянской власти, которая потом достаточно эффективно надо дать должное, гроза общественного мнения, начала перекладывать ответственность не только церкви на Россию, ответственность, если вы прекрасно это знаете, назначалась и армия, и военные, и вообще кто угодно, и бывшие власти, у которых безусловно тоже есть своя вина, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что в 2020 году события могли развиваться по-букому, об этом неоднократно говорил в том числе и президент Российской Федерации, и как бы его не пытались опровергнуть, безусловно, этих фактов сложно поставить другие факты, особенно если их нет, что касается побытий 2023 года, исход армянского населения из Нагорного Карабаха, то мы прекрасно помним опять-таки, что предшествовало это. Ваш переговоренности о том, что Карабах признается неотъемлемой частью территории Азербайджана. Об этом было сказано, об этом были соответствующие договоренности на бумаге, и безусловно, это предъявило дальнейший ход событий и очевидный повод к тем действиям, которые он предпринял. что касается российских миротворцев, то очевидным образом после начала специальной военной операции в 1922 году военные возможности, военно-политические возможности Российской Федерации, в том числе и на Кавказе, скажем так, они значительно сузились. Это тоже надо признать и выразить надежду на то, что успешное завершение вооруженного конфликта на Украине позволит хотя бы частично установить теряные позиции Российской Федерации в юг от Большого Кавказского Хреба. Вы подошли к финалу нашей передачи. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам за вопросы. Передача по факту подошла к концу. С нами был политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Аришев. До новых встреч!